Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев в целях ознакомления с жизнью населения и состоянием дел в сельском хозяйстве посетил Сардаринскую область. Хронология событий в репортаже наших корреспондентов. Сардаринская область Узбекистана, если говорить о ней в сравнении с другими регионами страны, обладает особым географическим расположением, что формирует и её экономический потенциал. В основе этого потенциала, безусловно, сельское хозяйство, развитие которого становится и драйвером роста производственных направлений. В свою очередь, в основе сельского хозяйства – хлопководство. Сейчас как раз время сбора урожая нынешнего сезона. Идёт работа, которую важно завершить качественно и в срок. Потому главной темой рабочей поездки президента в Сардарио стало именно знакомство с этой работой. Диалог с фермерами, чтобы лучше узнать проблемы, найти необходимые решения, определить новые задачи. В нынешнем году в области хлопчатник выращен на 75 тысячах гектаров. В эти дни почти 80 тысяч гектаров засеиваются зерновыми культурами. Глава нашего государства осмотрел поля фермерских хозяйств Арслан Бобо и Омамбой Огла Тугал Сардаринского района. В распоряжении фермерского хозяйства Арслан Бобо есть 90 гектаров земель. В этом году с каждого гектара собрано по 80 центнеров зерна. В самом разгаре уборка хлопка. Кроме того, выращиваются и поставляются на рынок картофель, маш, морковь, лук и другие повторные культуры. Фермерское хозяйство Омамбой Огла Тугал возделывает 62 гектара земли. Здесь также урожайность зерна была выше 80 центнеров с гектара. Судя по количеству коробочек на кустах и ходу уборочных работ, урожай хлопчатника также выдался на славу. В этих хозяйствах, расположенных по соседству, благодаря лазерному нивелированию земель, экономится 30-40% воды. Сократились затраты времени на орошение. Насосы питаются из солнечных панелей. В рамках общенационального проекта Яшель-Макон по периметру полей высажены тутовник, ива и другие деревья. Все это следует рассматривать прежде всего как результат колоссальных усилий государства по реформированию сельского хозяйства. И в частности главных его направлений. Когда фермерам, земледельцам движет в первую очередь интерес к получению прибыли, а не страх перед выполнением каких-либо спущенных сверху показателей. То есть на первое место вышла заинтересованность самого Дыхканина в результатах своего труда. Отсюда и рост профессионализма, стремление применять инновации. Слово, задействовать все возможности для получения лучшего качественного урожая и выйти на желанный доход. Помнится, как происходило в былые времена. При прежней системе организации хлопководства. В период сбора хлопков эти места автобусами загонялись из крупных и малых городов так называемые сборщики. Профессия которых не имела никакого отношения к хлопководству. Главное было набрать килограммы, выполнить дневную норму. Ну а условия, в которых они пребывали долгие осенние месяцы, оставляли желать намного лучшего. Теперь все иначе. Урожай собирает сам фермер. Сам решает, кого привлекать в помощь. Кому и за какие деньги продавать свой товар. Говоря проще, урожай приносит заинтересованность самого собственника земли. Между тем, как и любая другая сфера, хлопководство находится в постоянном поиске повышения отдачи. О достигнутых результатах, о новых целях говорилось сегодня во время беседы президента с сардаринскими фермерами и представителями старшего поколения. Я приехал сюда, чтобы увидеться с вами, пожелать вам успехов в труде, сказал Шавкат Мерзиёев. Если оценивать справедливо, то можно сказать, что и в Сардарье происходят изменения. Но время летит так стремительно, что потребности людей опережает преобразование. Чтобы создать соответствующие условия, удовлетворить запросы людей, необходимо разрабатывать новые планы. Сегодня я приехал не только сказать спасибо дорогим жителям Сардарьи, но и обозначить необходимые направления работы для дальнейшего развития районов, повышения благосостояния людей. Фермеры отметили расширившиеся возможности в сельском хозяйстве, заниматься которым стало выгоднее, искоренение принудительного труда, рассказали о дополнительных видах производимой продукции. Земля – источник благосостояния нашего народа, подчеркнул глава государства. Одно время выращивать что-то другое, кроме хлопчатника, хотя бы на одном гектаре хлопкового поля считалось преступлением. Кто сажал повторные культуры, тот подвергался преследованию. А сегодня мы выделили 80 тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей населению. И выделим еще. Ведь выращенная на них продукция тоже будет служить нашему народу, принесет доход семьям. Сегодня руководители республиканского уровня и хакимы предложили, если выделить еще семь с половиной тысяч гектаров, то в Сабдаринской области можно полностью ликвидировать безработицу. Я всецело поддержал это, сказал президент. Здесь же глава государства побеседовал с молодыми людьми, занимающимися земледелием. Они получили наделы по 0,5 гектара в данном фермерском хозяйстве, где выращивают маш, морковь, лук, чеснок. Рассказали о своих планах поступить в университет, а также благоустроить свои дома за счет полученного дохода. Роль аграрной сферы в обеспечении занятости населения и в целом развитии экономики, несомненно, одна из ключевых. Потому, совершенствование данной отрасли путем широкого внедрения науки и инноваций, передового зарубежного опыта, приоритетия. Эти аспекты и стали одним из главных ориентиров в ходе посещения президентом Шавката Межзиоевым еще одного фермерского хозяйства Шкроналик Мучезаляра, общей площадью 70 гектаров. Здесь на 25 гектарах выращивается хлопок и на 45 – зерно. Глава государства в начале своего посещения ознакомился с результатами агротехнических мероприятий, состоянием хлопчатника и урожайности. Отмечены достижения касаемо качества и количества урожая. Однако президент не оставил без внимания и то, над чем еще предстоит работать фермерам и ответственным руководителям для того, чтобы добиться еще большей продуктивности хлопчатника. Самая главная задача – наладить тесную связь с учеными, работать над созданием новых и совершенствованием имеющихся сортов, устойчивых к местным климатическим условиям. Именно наука и инновации позволяют достигнуть желаемого результата, подчеркнул президент. Даны важнейшие рекомендации касательно повышения продуктивности. В своевременном проведении агротехнических мероприятий, культивационных работ, применение инновационных методов позволили получить вот такой вот качественный хороший урожай. Кстати, не зря я упомянул про вопрос инноваций. Сегодня ему уделяется должное внимание в сельском хозяйстве. Взять, к примеру, вот этот комбайн, который обладает рядом преимуществ. Давайте посмотрим его изнутри. В принципе, тут ничего лишнего нет, все самое необходимое. И вот тот самый компьютер, который позволяет следить и за уровнем давления, температуры, а также неисправностью той или иной части машины. И самое главное преимущество данного комбайна в том, что здесь предотвращается допущение каких-либо ошибок в сборе урожая. Использование последних моделей сельхозтехники, поставщиками которой являются популярные бренды, позволяет корректно и точно осуществлять агротехнические мероприятия и максимально без потерь собирать урожай с поля. Сегодня фермерские хозяйства обеспечиваются самыми последними и лучшими технологиями, благодаря чему уменьшается человеческий фактор, но существенно увеличивается продуктивность. Ещё одна приоритетная задача, которую уделяет внимание глава государства – выращивание культур, которые приносят больше дохода, извлекая при этом выгоду из высвобождённых от хлопчатника земель. По этому пути пошло и данное фермерское хозяйство. В частности, в текущем году на 45 гектарах в качестве повторной культуры выращивается маш и ожидается урожайность в объёме 90 тонн. Важно также то, что эти земли были предоставлены молодым семьям, что позволяет обеспечивать их постоянный источник дохода. Президент не оставил без внимания вопрос реализации выращиваемой культуры. И эти задачи, как было отмечено, взяты под контроль. Этим занимается местная компания, которая поставляет продукцию не только на внутренние рынки, но и отправляет на экспорт. В ходе ознакомления с деятельностью хозяйства указано на необходимость широкого изучения зарубежного опыта по выращиванию данной культуры, применению научно обоснованных подходов к повышению урожайности. Особо подчёркнута важность рационального использования ресурсов и налаживания тесного взаимодействия с учёными. Ещё один вопрос, на котором акцентировал своё внимание Шавка от Мерзиёев, это улучшение бытовых условий фермеров и работников. С этой целью президент выдвинул важную инициативу, направленную на строительство небольших, но при этом учитывающих все необходимые комфортные условия домов по доступным ценам. Даны поручения проработать вопрос предоставления наиболее удобных для фермеров льготных кредитов. Прежде всего, огромное спасибо нашему президенту. Он выдвинул очень хорошую инициативу, которая не может нас не радовать. Безусловно, каждый фермер хочет комфортных условий, чтобы его семья была рядом. Глава государства озвучил наше желание, предложив по самым низким ценам и удобным кредитам построить фермерам жильё. Не представляете, насколько мне не терпится поделиться с этой приятной новостью с моими коллегами. Сегодняшний визит главы государства был очень нужен, поскольку наряду с инициативами он указал на то, в каком направлении нам необходимо развиваться. Лично я для себя уже расставил важные приоритеты, исходя из рекомендаций нашего президента. Поверьте, я в сельском хозяйстве уже много лет, однако такого внимания к труду и усилиям фермеров я не припомню. Ещё раз слова благодарности за всё. Прозвучало много инициатив и рекомендаций со стороны президента. Но цель одна – обеспечение интересов и благосостояния народа. Соответственно, приоритеты на будущее – создание новых рабочих мест в Радаринской области, улучшение жилищных условий и в целом социально-экономическое развитие региона. Кластер. Это слово в последние годы плотно вошло в наш лексикон. И мы видим то, насколько эта система себя оправдала. Например, благодаря хлопковым кластерам достигнута цепочка добавленной стоимости. Создано сотни новых рабочих мест. И самое главное – мы сами перерабатываем свой хлопок. Что это нам даёт? То есть теперь мы готовую продукцию реализуем по более выгодным ценам. В качестве примера можно привести такой факт, что за прошедшие семь месяцев Узбекистан экспортировал текстильные продукции на 1,9 миллиардов долларов. Однако руководитель страны, исходя из имеющихся возможностей, говорит, что этих показателей недостаточно. Нужно ещё больше углублять переработку хлопка, ускорить этот процесс. А научный подход ставится во главу угла. Не случайно на маршруте президента в Сардаринской области кластерное предприятие «Политекс Сардарьё». Президент Шавкат Мурзиоев посетил кластерное предприятие «Политекс Сардарьё» в Сахунабадском районе области. Раньше в этом районе не было налажено никакое производство. Только выращивали хлопок. В результате реформ, происходящих в сельском хозяйстве, и в Сахунабаде появился промышленный объект. Сейчас из хлопка производят нитку, пряжу, ткань, готовую одежду. Из семян – масло, мыло, корма для животных. В частности, на текстильном предприятии кластера налажено производство пряжи. Были внедрены немецкие технологии и создано 700 рабочих мест. Годовая мощность предприятия составляет 7 тысяч тонн, а за прошедший период текущего года в страны Китая, Турции и Бангаладеш было экспортировано продукции на 2,5 миллиона долларов. Также при кластере создано предприятие по выпуску масла с годовой мощностью 30 тысяч тонн. Здесь обеспечена занятость в 100 человек. Президент Шавкат Мурзиоев ознакомился с проделанной работой по этому адресу, узнал у руководителя кластерного предприятия о планах на перспективу, побеседовал с сотрудниками предприятия, дал ответственным лицам поручение о необходимости поддержки предпринимателя. Здесь же президент Шавкат Мурзиоев побеседовал с представителями масс-медиа. Если справедливым быть, то надо отметить и то, что за последние 4-5 лет происходят конкретные изменения. Мы создали систему, которая позволяет полностью перерабатывать хлопок и повышать его стоимость. Глубокая переработка в Сардарье составляет 25%. Это означает, что тысячи рабочих мест можно еще создать в Сардарье. Планируется создать 100 тысяч рабочих мест за счет выделения населению земли под занятие хозяйством. Во-вторых, на этих землях будет свобода выращивать все, что выгодно. Кто понимает рынок и работает усерднее, тот получает доход. Еще один важный аспект. Если мы сможем ликвидировать безработицу в Сардарьинской области, это будет примером для других регионов. И в 2023 году превратить эту область в регион, где ликвидирована безработица. Я говорю кластерам, что я буду возмещать расходы, которые они вложили в создание новых рабочих мест, расходы на здания, фабрики, которые они восстановили за счет налогов. Даем землю, создаются рабочие места. Никто не решит нашу проблему, если мы не будем работать, не будем действовать, сказал президент. Глава государства ознакомился с технологическим процессом производства пряжи предприятия «Политекс Сардарье». Здесь же руководителю страны была представлена информация о выпускаемой текстильной продукции в Сардарьинской области. На сегодняшний день в области ведут свою деятельность 9 текстильных кластеров. В этом году запланировано производство хлопкового сырья на 268 тысяч тонн. В Сардарьинской области выращивается около 270 тысяч тонн хлопков. В 2021 году переработали 70% сырья, а в этом году планируют довести этот показатель до 85. При этом руководитель страны уделяет особое внимание вопросу создания новых рабочих мест. Цель вместе с производством продукции с добавленной стоимостью обеспечить высокий доход населения в Сардарье. Теперь работа здесь будет налажена с ориентиром на повышение благосостояния людей. Президент принял участие в состоявшемся в Сейхунабадском районе совещании по мерам экономического и социального развития Сардарьинской области, на котором внимание концентрировалось на вопросах увеличения количества рабочих мест, развития предпринимательства и обеспечения продовольственной безопасности. Были озвучены следующие цифры. В регионе на сегодняшний день насчитывается 35 тысяч безработных, 42 тысячи человек уехали на заработки в зарубежные страны. С учетом выходящей на рынок труда молодежи необходимо создать 100 тысяч рабочих мест. Для этого, как было подчеркнуто, населению будут предоставлены земельные участки за счет сокращения хлопковых полей. Вместе с тем, данное сокращение необходимо компенсировать увеличением урожайности в 2-3 раза, взаимодействовать с Советом по хлопководству и учеными. На кредитование фермеров, выращивающих продовольственные культуры, выделяется дополнительно 300 миллиардов суммов. Отныне они смогут получать до 150 миллионов суммов банковских суд без залога. Эти ресурсы помогут уже в следующем году создать для сардарьинцев 45 тысяч рабочих мест. Также из бюджета будет направлено 40 миллиардов суммов на улучшение орошения 5 тысяч гектаров пассивных земель. Область обладает большим потенциалом для производства продуктов питания, ведения животноводства и птицеводства. Указано на возможности для реализации птицеводческих проектов на сумму 1 триллион суммов в следующем году, что позволит удвоить объем производства мяса и яиц. В регионе планируется создать 20 тысяч рабочих мест за счет 858 инвестиционных проектов на сумму 1 миллиард 700 миллионов долларов. Каждый день мы погружаемся в какой-то вопрос. Как бы это ни было сложно, находим средства и принимаем постановление. Если сегодня будет озвучена какая-либо проблема, мы решим ее. Если Хаким имеет четкий план с расчетами, системно организовал работу, обязательно будет результат, сказал глава государства. На совещании заместителя премьер-министра доложили о планах по созданию рабочих мест, развитию сельского хозяйства, реализации инвестиционных проектов, совершенствованию социальной сферы. По сообщению пресс-службы главы нашего государства, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиюев 7 октября примет участие в мероприятиях неформального саммита глав государств Содружества независимых государств, которые состоятся в городе Санкт-Петербурге. Повесткой дня предусматривается рассмотрение актуальных вопросов многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. Продолжение следует...